привет youtube пара рецептов от макса рецепт быстрых пирогов я не могу выразиться что пирогов сильно уж это не похоже на пироги горячие тосты давай так их назовем вот как я назвал так и будет горячий быстрейшие тосты моментальные и минимум как бы нужных ингредиентов что нам понадобится батон или хлеб нарезанный вот такой фарш куриный грамм 300 350 соль с перцем мука 3 яйца лук натертый можно тереть во время варки готовки масло самое масляное самый главный фигурант сковорода тифальевская самая тифальевская нужно пойдем готовить начинаем с фарша фарш добавляем лук тертый средняя луковичка соль перец ну еще перемешиваем хорошенько фарш готов в это же время берем чашу 3 яйца чуть не обманул тебя еще нам сметана понадобится вот такая коровкина щепотка соли немного сметаны смешиваем венчиком 3-4 ложки муки с горкой но смотри по консистенции делаем кляр кто не догадался все еще до сих пор смешиваем все тебе говорить надо возьмите лучше миксер короче ребятки едоки это будет быстрее на среднем огне наливаем масло примерно полстакана почти во фритюре будем готовить в кляре или еще и во фритюре вот это нам понадобится с тобой повара с тобой почти молодцы мы с тобой уже осталось дело за малым за малой на все эти кусочки ребятки нам надо нанести с тобой фарш тоненьким слоем у нас же с тобой горячие тосты типа типа мясные почти пироги но по ингредиентам это есть пироги мясо хлеб масло яйца все хлеб прям берем ложечку почему именно куриный потому что он очень диетический и он быстро готовится и он не такой вредный и опасный как свинина примеру каждый кусочек вот таким образом наносим фарш накладаем в итоге у тебя в идеале или не в идеале может лучше чем у меня получится вот такая тема должна ну а дальше дело не хитрая ты уже наверное догадался там просто берем кляр наш готовый сковородка уже разогрелась у нас ставим на средний жар и чтоб тебе лучше видно было даже я сделаю вот так каждый кусочек берем вот так и опускаем в кляр и после сковорода опускаем все это дело я укладываю фаршем вниз ну и в общем обжарим таким образом все высчитывая эмпирическим путем учитывая что у тебя там фарш хоть она куриный но он должен обязан у тебя пережариться то есть быть готовым к употреблению чистота замок здоровья масло должно быть достаточное количество и вот этим мы будем вынать я скоро не накрываю тебе наверное не буду рекомендовать тоже потому что они под крышкой станут как 3 дряблые короче говоря но там дело твое следи аккуратно не отходи никуда проверяй все время еще можно подержать жарятся обжариваются уже три минуты обжариваются у нас 4 минуты ребятки вот такой вид имеется и я думаю достаточно 5-6 минут на одной стороне на среднем или низком огне примерно до коста не доводим и ну и на другой стороне пример тоже самое время обжариваем можно чуть меньше потому что там фарша нет там только и яйцо то есть у нас кляр с другой стороны фарша там нет может меньше обжаривать минута две-три яйцо очень быстро готовится ну и дожарим таким образом все остальные наши девайсы съедобные food content и посмотрим что получилось в итоге но это реально больше похоже на пироги а не на какую-то закуску или тосты горячие ну и по завершении в итоге у нас должно получиться нечто вот такое сейчас тебе близко все покажу разрежем понухать как пирогами пахнет я тебе клянусь вот такой мукбанги сейчас мы с тобой аппетитно выглядит вот такое ну мне больше горячие тосты напоминает но по индигрейентам прямо это пироги реально сейчас посмотрим что оно себе представляет вот такие пышные надеюсь вкусные ну пусть будет пироги не знаю ну блин не пироги не совсем пироги или совсем не пироги ну вот такая согласись минимум затрат минимум энергии минимум времени минимум вложений и вот такая тема ну давай пробовать братцы едоки долго вы там терпели наверное на самом деле это все очень быстро делается давать которые мы разрезали собой тот и возъедим с тем кто кушает полезного птица покушать что нибудь обязательно тоже вот это нифига себе не хочу хвалить себя или изобретателя этого рецепта хотя изобретатель этого рецепта надо похвалить нежнейшая это похоже на мясные пироги ребятки оторваться невозможно просто у меня сила воде во время 4 часа всего это не обед уже не ужин еще поэтому очень хочется очень нажориста к зож теме это отношение кого категорически не имеет тут и фарш и масло и яйца и хлеб но к повторению прям очень очень сильно рекомендую прям повтори обязательно ты будешь поражен просто красавы кто придумал это был не я я честно за то но пока не скучай не грусти и скором отца в гости жди береги себя и слиться за всем пока делать свои рецепты в этом ничего сложного это реально песня какая-то просто сказка восхитительно белиссимо манифиг вкуснятина чнянь пока спасибо за просмотр дорогой друг ставь лайк ценила видео подписывайся на канал до новых встреч до новых встреч